Каждому гарантировано право на достойный уровень жизни и свободное развитие. При этом критерии достойного уровня жизни не определены, а показатели жизни относительны. В последнее время в стране появляется все больше людей, недовольных качеством своей жизни и несогласных с откровенным беспределом властей. Сейчас вы увидите, как в действительности наше государство заботится об инвалидах. Я ветеран войны в Афганистане, утятник боевых действий. Обязательно инвалиды первой группы третьей степени. Сергей Александрович Замко из города воинского позора, Брянск. Продолжаю с 1 января упорно не обеспечиваться памперсами и пеленками со стороны Брянской власти хвопнуть. Все Брянская власть проворовала у всех, и даже у тяжелых инвалидов. Путин, я тебе отправлю вот это, что пишу. Посмотри, посмотри, уважающий, ветеранов двойник. Вот, смотри, видишь, клеенка. Вот, клеенка. Вот, клеенка, да? Сейчас. А под ней, вон, тряпочка, видишь, да? Тряпочка, чтобы стаканья сильно не промокала. Клеенка. Видишь, Путин? Это ты, вот, уважаешь и почитаешь, ветеранов двойник, языком, балклином по всему миру. Вот, я всему миру и буду показывать, что ты творишь. Единственное, единственное, чем меня обеспечивали, это памперсами и пеленками. Все, остальное влечение по вуз-квоте 15 лет не отказано. Сейчас идет очередная 15-я карусель, попытка всякого меня отправить на лечение по вуз-квоте, этими ублюдками, сделаешь халатах. Да у тебя нету медицины, Путин. Все у тебя прожнило. У тебя вместо медицины наркотокарстей, наркотой торгуют, изжатки выможают, документы подделывают, лживотчеты стряпают, сидят в кабинетах. И это называется Министерство здравоохранения Российской Федерации. Какой федерации? Нету у тебя Россию, ты из нее сделал поразку, выгребнул яму, кисать их листами и обпарцами, из всяких вот этих вот ублюдков, влазимущих, депутатов, вот, тех этих услуг, этих халлев, саповища этих, вот, пресмыкающихся. Ты умудрился во власть собрать самое конченное отребье рода человеческого. Где ты его нашел, Путин? Как ты так умудрился это сделать? Ты на что рассчитываешь? Что это отребье тебя прикроет? Нет, тебя не прикроет. Бессовестная, это ваша власть. Я очень сожалею, что я родился в этой поганой стране. Мне довольно стыдно, что я служил в этой стране. Вот, по отдаленным гарнизонам, в роду своих детей, терял свое здоровье. Во-вторых, чтобы эти паскуды на мне наживались, вот это вот, и благодарность свою. А, вас в Афганистан местами посылал. Посылали, посылали. Не думайте, что добровольно пошел. Послали меня в нарушение всех законов. Вот так вот. Когда у меня двое маленьких детей было. Одному четыре года. И второй полтора года. Послали, не пожалели, суки. Без хлоперек, без стола, без двора. Все в сути подобрали. А в конце концов, здоровье вешали. Брянские врачи, называясь на мессии Готов, ветерана войны в Афганистане. Вот вам вся власть. Сразу с властью. Так что, смотри, Бутин, кого ты поставил. Смотри на свое б**борье. Будь ты проклят, господи. Соси, что и власть хопнет, чтоб вы дохли. Мой телефон, если кто-то захочет позвонить. Плюс 7, 205, 102, 17, 12. Очевидно, власть и не собирается обеспечивать минимальными потребностями ветеранов-инвалидов. Скажите, а сколько вы готовы еще терпеть такую вот государственную заботу об обществе? Не оплачивай налогами коррупцию. Лучше помоги ветерану-инвалиду купить памперсы и пеленки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!